Вооруженные силы Украины начали активные штурмовые действия в направлении оккупированной Горловки. Местные жители говорят, что никогда не слышали такого грохота орудий, а снаряды буквально летают над головой в обе стороны. Люди сообщают об интенсивных боях, которые уже идут на окраинах города. С мест пишут, что от взрывов, город аж подкидывает, а с ночи там не было ни света, ни воды, ни отопления. Это направление является достаточно слабым с точки зрения защищенности, так как основные российские силы стянуты для штурма Авдеевки. Если перерезать россиянам Дебальцевский узел, находящийся за Горловкой, то это значительно усложнит снабжение их группировок, находящихся на Бахмутском направлении. На данный момент уже известно, что ВСУ удалось захватить один из телеконов к югу от населенного пункта Шумы. Некоторые говорят, что видели там знаменитую 47-ю бригаду с бронетранспортерами Брэдли, которые буквально ворвались на российские позиции. В российских пабликах по этому поводу паника, так как если ВСУ удастся прорваться, то российская группировка, находящаяся севернее Авдеевки, окажется отрезанной от снабжения и долго не протянет. И вообще, в будущем она может попасть в котел. Если все получится, то в скором времени уже начнутся бои в самом городе, оккупированном россиянами с 2014 года. Россияне не ожидали атаку, так как планировали, что все наши войска будут сосредоточены на обороне Авдеевки. Однако разгром наступающих российских колонн позволил ВСУ высвободить силы и пустить их в атаку в одной из слабых точек фронта. Будем наблюдать, как будет развертываться обстановка на этом направлении, и ожидаем, что нашим удастся прорваться и освободить город.